Так, ты, ***, во-первых, белая ***, братья, чтоб больше сюда не звонили, я русская, поняли меня? Очень хорошо, Нина Ивановна. Я русская, и всякую *** буду душить. Я по поводу вашего доноса. Там, где вы писали, что надписи политического характера и оскорбления действующей власти на табакерке были написаны. Ну? Ну, так это, это я писал. И что? Ну, так зачем вы меня это самое сдаете? Слушайте, отстаньте, а? Ну, слушайте, перестаньте уже заниматься доносами. Все хорошо, все, не буду. Ну, там висели плакаты с фотографиями учителей. Учителей? Да, это возле школы. Ага, а какие были антиполитические лозунги? Ну, я сейчас не помню, там, что там было. Ну, все вот в их стиле, этих могорок. Вам показалось, что это противозаконно? Ну, мне не показалось, это так и есть. А на что вы ссылаетесь? Я не понимаю, о чем мы говорим. Ирина Антоновна, ведь у нас Конституция гарантирует людям свободу мнений. Ну, хорошо, так чего вы мне звоните? Ирина Антоновна, ну, вас надо посрамить, ваш поступок. А, ну, хорошо. Так же не делают граждане ответственные? Ясно, извините тогда. До свидания. Вы знаете, я проезжал мимо, да, проезжал мимо, стоял, как сейчас, по-моему, стоял на перекрестке, и человек вот передавал какие-то, я не знаю, что он передавал, но в общем-то, что сотрудники полиции, ну, то есть милиции приходили и меня опрашивали по этому поводу. Как вам показалось, это странным? Конечно. То есть он доставал коробки и там что такое. Ага, считаете, что так нельзя делать в нашей стране. Хорошо, спасибо за бдительность. А по второму доносу, что директор лицея, как агитировал учащихся против? Насчет директора лицея ничего не говорил. Один донос только делали, значит? Это не донос. А что это? Вы вообще кто? Я, слушайте, не хочу со мной общаться по телефону. Мы вообще разбираемся с доносчиками, вот перезваниваем и спрашиваем, что мотивировало вас. А, ну да приходите ко мне, приходите ко мне. Мы уже придем. И будем разговаривать. Мы когда придем, вам уже нечего будет сказать. Все, до свидания. Извините, это не донос, это моя просто была гражданская позиция. Понимаете, из вашей гражданской позиции людей могут в тюрьму посадить. Все, хорошо. Спасибо, что позвонили. До свидания. А в чем, не понимаю, в чем вопрос? Вопрос в том, что из-за вашего доноса могут посадить людей. Людей могут посадить. Что сделали? Которые разрисовали негосударственными символами объект общественного, так скажем, назначения. Это противоправное действие. Что не так? Противоправное действие – это поддерживать власть Лукашенко нелегитимную, поддерживать российскую агрессию. А, я думаю, что я теперь поняла. Это не ваше настоящее имя, и никакой вы не майор. Жалко, что номер скрыт. Ну, может быть, вас найдут. Да. Привет, Виталий. Привет. Как сам? Потиху. Как там работа? Потиху. Что там со змогарами? Что еще раз? Могары есть, говорю. СИЗО. Не знаю. Я сейчас не на работе. Не на работе? А когда будешь? Нет. Ой, не знаю пока. Слухай, тут это, на войну собирают нас. Надо как-то встретиться, обсудить. А кто это? Это Андрей. А, ё-моё. А то я еще не могу понять, какой скрытый номер главный. Короче, хотят нас кинуть на передовую, на Украину. Понятно. Давай встретимся. Когда? Через час. Где? Петруся Броки, 14. Не получится пока. Короче, звони. О, добро. Да, нос. Ой, такие слова какие-то прям. Вешают белокрасные ленты и флаги. Было такое? О, мы вас хотим похвалить за эту гражданскую позицию. Скажите, пожалуйста, это вообще что-то... Потому что анонимный номер, знаете, как-то страшно немножко даже. Не бойтесь. Да? Что вам как закона? Да. Мы хотим вас наградить дипломом и конфетой. А еще раз можно? Как вас зовут? Записывайте. Записывайте. Есть куда записать? Сейчас, секундочку. Просто как-то уже давно такого нет. Ну, вот таких закрытых номеров в жизни давно такого не видели. Нам начальство наше не позволяет светить наши номера, а мы должны со скрытых звонить. А я думала, это уже кто-то с работы звонит. Думаю, что... Не, не беспокойтесь, с работы вам не позвонят. Да? И такой голос... Мы с ними договорились. Как у робота, пожалуйста. Как у робота, это у нас специально... У нас обучают так специально. Давай, вы так спокойно прям... Вы спокойно, а я разволновалась. Так, давайте запишу. Паук. Так. Паук. Да. Андрей. Это имя вам знакомо? Да. Владимирович. Такое отчество знаете? Встречали в своей жизни? Да, я записала. Так, записала. Вот теперь посчитайте все вместе, что получилось. Паук Андрей Владимирович. Да, верно. Комитет гражданской безопасности можете пометить. Подожди, я говорю по другому телефону. Это же не мне. Нет, да, тут папа звонит. Ну, так, записала. Значит, Ольга Михайловна, хотим вас за вашу гражданскую позицию вам грамоту вручить, диплом. Ну, короче, поощрить вас, что вы патриот все еще, несмотря ни на что, и вопреки всему. Приходите на Петруся Бровки 14 завтра в 9 часов утра. Петруся Бровки. 14. 14, так. Табинет 365. 9 утра? 9 утра, да. А можно узнать, а время только одно в 9 утра? Ну, 9.30. Это какое-то организованное мероприятие? Да, наши коллеги там, наши коллеги собираются. Дело в том, что у нас работы много. Мы бы хотели с утра с вами, так сказать, рассчитаться. И наши коллеги музыкальный номер подготовили. Будут журналисты из «Минской правды» еще. Они вас сфотографировали. О, да, журналисты нас уже фотографировали. Ну вот, еще раз сфотографировали. Ждем вас, Ольга Михайловна. А сейчас мы будем других искать наших героев тоже. Так же будем мы вручать грамоты. Скажите, пожалуйста, у меня такой к вам вопрос. Да? Ну, вот это все, что происходило, все, что мы делали в нашем сквере, все это убирали. Ну, занималась этим у меня еще все дочка. Вот ночами обрезала это все, сообщала, вот это делала. Ну, это я, наверное, все тоже с своего телефона звонила. Ну, ладно. Так, ну, только что, чем вам помочь? Какая проблема? И дочку должен оградить. Да, нет, просто я хотела, думала, вот, ну, она у меня такая девочка вот патриот, сейчас вот на пробег собирается в очередной раз, вот автопробег, да, автопробег, она участвует во всем этом, в Дворце Республики, работает администратором, вот, на всех госмероприятиях она работает сейчас. Так, давайте мы ее пометим, как зовут? Симонова Олеся Сергеевна. Симонова Олеся Сергеевна. Да, вот, ну, она, вот, все, что, да, вы вообще сейчас на ее номер звоните, мы просто, может, с разных телефонов звонили, я поэтому, знаете, так немножко, думаю, ну, она попоялась брать анонимный номер, говорит, мама, какой-то номер, я не знаю, кто-то звонит, что это такое на нежный номер. Ой, ну что же оно так, ну не надо. Ой, вы знаете, что, вы знаете, что, просто за тот период, ну, вы же помните, когда в интернете там что-то писал, поддержку, очень много звонило непонятных людей, ну, даже с угрозами разными, и были тоже закрытые номера, поэтому с того периода, знаете, такой остался немножко страх, что, ну, просто мы сейчас, вот, было закрытие игр, и мы, ну, с флагом были, везде фотографировались, и были какие-то люди, ну, которые с телефонов фотографировали, ну, понимаете, то есть были журналисты с МВД, вот мы с ними фотографировались, и операторы, и все, и мы их фотографировали, и просто думаешь, ну, мало ли там какие-то были неадекватные тоже люди, ну, это ты так, понятно, все были по пригласительным, но какой-то немножко страх, думаешь, ой, где-то кто-то, да, кому что надо, думаешь, может, где-то по лицу, потом сканировали в интернете, да, и вот анонимный звонок, и вы таким голосом металлическим, думаю, ой, что-то, наверное, ну, знаете, как-то страшно. Я очень дружелюбный человек, паук Андрей Владимирович. Хорошо, Андрей Владимирович. Мы переживаем за судьбу нашей страны и за судьбу наших патриотов, и мы не хотим, чтобы они боялись, поэтому вас поощрять хотим, чтобы у вас больше было. Ну, давайте, запишите себе, если Олесе вручите грамоту, ну, если есть такая возможность. А лучше бы было, если бы вы вдвоем пришли, конечно, ну, так вы же в тандеме работаете. Ну, вот мы бы и хотели вдвоем прийти. Приходите вдвоем. Сейчас мы грамоту еще вторую допечатаем, и еще конфеты купим. Вот мы можем сами с конфетами прийти. Ну, если у вас есть какие-нибудь призы для нас, закатки, может, вы делаете какие-нибудь свои, приносите, как на поле чудесных. А, я поняла. Ну, запишите, пожалуйста, Симонова Олеся Сергеевна. Симонова Олеся Сергеевна, да, уже записал. Есть у меня. Хорошо. Хорошо. А у вас, да, как записано, мне даже самое интересное. Как вы у нас записаны? Да. Ольга Михайловна, Симонова Лизурчик. А, правильно, да, все правильно. Да, вот адрес. Правильно, записано правильно. Все у нас есть, мы серьезно организация. Да, Симонова Лизурчик, Ольга Михайловна, да. Ольга Михайловна, спасибо вам большое, хорошего вам дня, ждем вас завтра с дочерью вместе. Всех благ. Хорошо. Будем, спасибо большое. До свидания. Да, до свидания, до встречи. Вот у нас Петруся Боровки 14. Но сегодня Ольга Михайловна почему-то не хочет общаться. Вот куда надо за призами приходить. Отлично запрошаю. Симонова Лизурчик. Субтитры подогнал «Симон»